Девушки отдыхают Девушки отдыхают Как подготовить сыр, чтобы запеканка была нежной? Что сделать, чтобы она не стала как каша-размазня? Почему запеканка разваливается, когда ее вынимают из формы, и как этому забегать? Уси эти кулинарные тайницы вместе с вами узнает спевателька Алеша. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее ложка. Больше того, с той же сырной массы, что готовится для запеканки, вы сделаете вышуканную и тиндитную страву, пухкое сырное суфле с яблоками. Но и это еще не все. Вперше, только для вас, мы раскроем все секреты легендарного львовского сырника. И покажем, как, естественно, сушенную вишню быстро и без проблем перетворить на вышуканную прикрасу для любого стравы. Вау, бабочка! Вот же, три неимоверные сырные десерты. Пухкая запеканка с родзинками, нежный суфле с яблоками и ароматный сырник с вишнями и курагой под пикантной шоколадной глазурью. Детально, и все будет смачно. Творожная запеканка, привычная и любимая с детства выпечка. В ней столько полезного, что она просто необходима для здорового питания. Продукты для нее есть в каждом доме, а приготовление очень простое. Но почему-то не всегда и не у всех запеканка получается вкусной. А ведь блюдо это замечательное, правда, Аллочка? Конечно, Надюшенька. Здравствуй, моя дорогая. Неперевершенный знавец кондитерской справы Алла Ковальчук среди всех десертов наиболее захопляется именно сырными. Это и не странно, потому что в Львове Алла пришла 5 мастер-классов наиболее кулинарии города, чтобы научиться готовить сырную запеканку и настоящий львовский сырник. И только сегодня у всех будет смачно. Алла Ковальчук расскажет все, что знает про сырные стравы, чтобы вы гарантированно приготовили идеальный десерт. Аллочка, ну ты уже давала нам несколько уроков, как готовить блюда с творогом. Лилия Ребрик училась кексы творожные готовить, Снежана Егорова приходила, чтобы научиться делать сырники. Неужели есть еще секреты, как использовать творог в кулинарии? Каждое блюдо, оно особенно и индивидуально. Значит, и секретики разные, и проблемы тоже разные. Надюшенька, я не знаю, кто сегодня у тебя будет в гостях, но я уверена, что этот человек научится делать блюда, который мы будем сегодня готовить, просто на все 12 баллов. Сегодня у меня в гостях замечательная певица, молодая мамочка, красавица, которая очень хочет научиться выпекать идеальную творожную запеканку. Алеша! Здравствуйте! Здравствуйте! Ой, как приятно тебя видеть! Очень приятно! Финалистка співочного конкурса «Евробачення» Алеша обожнюет створювати домашний затишок. Молода дружина та матуся, вона піклуется, чтобы ее маленький сын и коханий человек почувалися вдома захищенными та счастливыми. Проте, понад усе, Алеша мріє порадовать коханого сырной запеканкой, какую-то и обожнюет. Але щоразу приготувание цієї стравы ее переслідует невдача. Алеша спочатку знавирулась о власных кулинарных талантах, але потім вирішила, врятувати ее може. Лише все будет смачно! Почему тебе так важно именно творожную запеканку научиться готовить? Мой муж сладкоежка. Так. Как и я, в принципе, тоже. Но он всю беременность терпел, не соблазняя меня сладостями. Угу. Вот. И теперь, так сказать, надо все вернуть на круги своя. Побаловать его? Да. Побаловать. Я очень люблю готовить, на самом деле, и стараюсь это делать всегда с душой и любовью. Сейчас у меня семья увеличилась уже на одного человека, поэтому любви стало еще больше, вот. Но времени стало меньше, поэтому всегда стараюсь быстро-быстро. Вот. И, наверное, поэтому у меня запеканка и не получилась. Три раза запекла, три раза не получалось. Последний раз я решила сфотографировать перед переходом к вам, чтобы уже показать наглядно, в чем проблема. А это у нас уже традиция. Так, вот она фотография. Ой-ой-ой. А что именно не получилось за пеканка? Она какая-то мокрая внутри была, она развалилась. Она у тебя подгорела. Вот явно видно здесь. Я уже увидела, да. Не немножко. Я уже увидела, да. И потом я не пойму, а что там, какие-то кусочки, это яблоки или что там? Это яблочки, да. Яблочки, да? Яблочки. Понятно. Муж меня поддержал, на самом деле. Он сказал, да нормально, вкусно, все хорошо, но я-то знаю, что все не так. Ты не расстраивайся. У нас сегодня будет запеканка обычная с язюмчиком, потом с яблочком, суфле и, самое главное, настоящий львовский сырник. То вы что? Еще и львовский сырник, так меня в Львове одразу позвать. История появи сыра сяга и своими коренями Єгипту та Риму. Саме там звернули увагу, что у поциновующих сыра и зубы, и волосся, и негти міцніши и красивейши. Тому сыр вважали не просто смачным продуктом, но и корисным для здоровья. А вот когда и кто впервые выгадал перемешать сыр, сукор и яйца и запекти все это в пицце, достемненно неведомо. Адже разные вариации этой стравы, существующие не в всем мире. В Западной Европе это сырные пудинги и мусы. Французы запеченную вкусу между яиц и сыром называют суфле и считают найнижнейшую стравой в мире. А от десерта, похожего на славнозвестный львовский сырник, ни где нет. Рассказываю, что известная оперная спеверка Соломия Крушельницкая выведала рецепт сырника в одного господаря Кавьярни и пригощала приготовленным власно-рус десертом Федора Шаляпина, Ивана Франка и Джакому Пучини, которые были в ней в гостях. И сегодня все будет вкусно. Традиционный рецепт легендарного львовского сырника с вишнями и курагой. А также нежной сырной запеканкой с рацинками и невероятного сырного суфле с яблуками. Будет красиво, вкусно, ты будешь знать все нюансы. И по традиции мы начинаем приготовление с тестом. Все гости, которые приходят на нашу кухню, отвечают на вопросы, касающиеся приготовления этого конкретного блюда. У меня уже... Паникало. Ну, здесь пять вопросов. Не тяжелых. Что нужно сделать со свежими фруктами, которые добавляют в творожную запеканку, чтобы они не дали лишнего сока? Варианты ответа. Предварительно запеть в духовке, пассеровать в сливочном масле, натереть на терке и выжать сок. Ничего не делать. Тоже вариант. Ну, я на самом деле ничего не делала. Ничего не делать. Ничего не делала. Ответ неправильный. Первый, как говорится, у нас ответит немножко комом. Но не переживай. Как правильно, ты узнаешь в процессе работы. А пока переходим ко второму вопросу. В каком виде нужно добавить манную крупу в творожную массу? Опять даю варианты ответа. В запаренном виде, в сухом виде, в виде сваренной каши, в перемолотом до состояния муки. В сухом виде. Нет. Вот когда мы манку будем добавлять, ты поймешь, почему не надо использовать сухую. Что сделать с сухофруктами при добавлении в запеканку, чтобы они равномерно распределились по всему тесту? Вариант ответа. Это обвалять в манке, хорошо перемешать, обвалять в муке, добавлять сухофрукты частями. Хорошо перемешать. Хорошо перемешать. А что же не перемешанными их класть? Вот я тоже так думаю. Логика у тебя правильная, но ответ неправильный. Ну я же блондинка. Нет, нет, не надо говорить. Не надо. Ответ неправильный, но ничего. Это неконтрольный выстрел. Четвертый вопрос. Что нужно сделать, чтобы при выпекании запеканка не подгорела снизу? Варианты ответа. Запекать на маленьком огне, поставить под форму запеканкой кастрюлю с водой, положить вниз духовки кирпич, поставить под форму запеканкой противень с горохом. Ну я на самом деле ничего из этого не делала. Я просто смазывала маслом и всё. И потом, так сказать, ложила тесто. Впервые в истории тестирования звезда даёт свой ответ. Имеет право, не выбрала из того, что мы предложили. Так а ответ правильный какой? А мы это всё узнаем по ходу. Последний вопрос. Пятый. Что нужно сделать с готовой запеканкой, чтобы она не разваливалась? Оставить при открытой духовке на 15 минут. Сразу вытащить из духовки и поставить на мокрое полотенце. Достать из формы сразу двумя лопатками. Поставить в холодильник. Какой вариант ты выбираешь? Достать из формы сразу двумя лопатками. Вот такой вот. Ответ неправильный. К сожалению, из пяти вопросов, ни одного правильного ответа. А знаешь, почему это хорошо? Потому что сейчас я буду знать все правильные ответы. Умничка ж какая. Пройдёт буквально час, и ты будешь уметь готовить идеально не только творожную запеканку, но ещё и творожное суфле и львовский сырник. Вот это самое главное, львовский сырник. Аллочка, с чего начнём? Начнём мы, конечно, с коньяка, Надюш. Ну как? Ну всё-таки у нас кормящая мамочка же. Нет. Ну 8 месяцев роману можно отметить. А, вот так вот? Да. Ну видишь, у нас сразу коньянок нужно пить. Нет. Нам необходимо изюм, вишня и курага. К чему коньяк? Мы прежде всего сейчас берём тёплую воду, Надюшенька. Две берём пиалочки. Если мы изюм замачиваем просто в тёплой воде, то сухофрукты мы будем замачивать в коньяке. Алёшенька, в первую пиалочку отправляем три ложечки изюма. Два. Так. Такие с горочкой, да? Да, да, да. Так. Вот так. Заливаем водой тёплой. Мы на 10-15 минут изюм отставляем в сторону. Для того, чтобы наши сухофрукты быстрее напитались ароматом коньяка, мы должны коньяк немножечко подогреть. Алкоголь испарится, и наши сухофрукты приобретут необычный вкус. А-а-а! Ням-ням. Пока я буду прогревать коньяк, берём курагу, и Алёша будет это всё нарезать. Вишню мы резать не будем. Вишни у нас идёт три столовые ложки, а кураги три столовых ложки порезанных уже. Мы должны порезать мелким кубиком. Я в кастрюльку отправляю 150 граммов коньяка. Выкладываем всё в мисочку и добавляем туда вишню. Раз. Два. Два. И три. Отлично. Ты сейчас заливаешь подогретым коньяком, чтобы наши сухофрукты были полностью покрыты. В горячем коньяке мы настаиваем 30 минут. Этого будет достаточно. А если сухофрукты дольше оставить в коньяке? Ничего страшного в этом нет. Просто холодный коньяк, он будет более медленно действовать на наши цукаты. Поэтому страшного ничего нет, если даже консервацию делать. Это одна из особенностей алкоголя, которая отличает его от воды. Вода просто размягчает наши фрукты, а алкоголь, он размягчает наши фрукты внутри. Самое главное, что внутри цукаты будут мягенькими, а снаружи они ни форму не потеряют, ни внешний вид. Это прекрасная возможность улучшить вкус творожной запеканки или другого десерта из творога. Используйте сухофрукты, замоченные в коньяке, и при этом разрезайте их на достаточно маленькие кусочки, чтобы когда вы будете разрезать готовый десерт, они не испортили формы готового кусочка. Девочки, мы сейчас начинаем заниматься яблоками. Яблоко нужно подготовить. Вот по твоей фотографии я видела, что ты добавила яблоки, наверное, просто свежие туда. И когда это все запекалось, выделился сок с яблока, и оно внутри просто мокрое. В связи с этим вспоминаешь первый вопрос нашего теста? Что нужно сделать со свежими фруктами, которые добавляют в творожную запеканку? Ты ответила, ничего не делать. Обязательно должны наши фрукты сырые пассеровать на сливочном масле. Значит, для этого, чтобы правильно научиться пассеровать, мы сейчас сделаем маленький такой экспериментик. Мы будем жарить яблоко для того, чтобы верхняя корочка яблока, она немножко закарамелизировалась. То есть форма яблока держится, не разваливается, сок остается. И дополнительный вкус придаст именно вкус сливочный и чуть-чуть карамельки. Я ж яблоки, ты мне сказала купить? Я купила два сорта. Одни кислые Антоновка, другие сладкие Гольден. Как ты думаешь, какие сладкие и какие кислые? Вот эти вот кислые, вот эти... Молодец. Ну, насколько я знаю, для запекания кислые в основном берутся яблоки. А почему? Ну, потому что сладкие, они более разваливаются. У них другая структура вообще, в принципе, самой мякоти. А зеленые, они более жесткие, да? Мы сейчас будем делать эксперимент. Девчонки, давайте будем резать яблоки. Да. Итак, Алеша разрезает кислые яблоки, сорт Антоновка. У меня тоже зеленые яблоки, но это сладкие Гольден. Мы разрезали на четыре части, а дальше как правильно, Аллочка, для запеканки как удобно? Чистим кожуру и режем кубиками. Вы, девчонки, занимаетесь яблоками. Я взяла две сковородочки с тонким дном. Почему с тонким? А потому что происходит быстрое обжаривание сверху. А если толстое дно, происходит глубокое прожаривание продукта изнутри. То есть я так поняла, что если сковородка будет с толстым дном, то велика вероятность, что сок все-таки выпустится, вытечет из яблок. Мы будем пассеровать наши яблочки на сливочном масле, но сливочное масло что имеет такую тенденцию делать? Гореть. А знаешь, как сделать, чтобы не горело масло сливочное на сковородочке? Делать меньше огонь. Логично. Для того, чтобы масло не горело, мы должны соединить сливочное масло и чуть-чуть растительного масла. Масло у нас прогревается хорошо. Очень хорошо должно прогреться. Тогда мы отправляем наши яблочки, для того, чтобы они сразу покрылись корочкой, чтобы они у нас тут не развалились. Аллочка, а сколько нужно сливочного масла? Столовая ложка. Так. Все хорошо. Теперь давай растительное масло. Сколько? Тоже столовую ложку. Вот эти яблочки вместе с твоими, это кислые, Надюша, сладкие. Отправляй сюда кислые, а сюда сладкие. Самое важное сейчас запомнить, яблоки выкладываются в один слой, чтобы не было каши. Мы их потом вот так расправить не можем, разве? Они будут мягкие, они поломают, у них формы не будет. И вот для второй сковородочки. Пошел аромат яблок, так прям сразу, очень хорошо пахнет. Для того, чтобы правильно спассировать яблоки или другие фрукты, которые вы хотите отправить в творожную запеканку, используйте смесь сливочного и растительного масла. В таком случае температура пассировки будет выше, а это поможет соку запечататься и не вытекать из фруктов. А как долго будет этот процесс продолжаться, Алла? Должна образоваться такая тоненькая румяная корочка на наших яблочках. А на каком огне это все жарится? Средний? Сковородочку нагрели и сделали средний огонь. Нам не нужно, чтобы оно горело. Ну как тебе внешний вид? Посмотри на внешний вид. Это у нас кисленькие. Это у нас кислые, а это сладкие. Без карамели. А это с карамелью. Ну, а где карамель взялась здесь? Я поняла, что сладкие яблоки выделяют карамель. Правильно. И, соответственно, яблочек карамелизируется, а эти не смогут. Выключаем. То есть, вывод какой? Сладкие яблоки, они у нас выделяют свой сахар, который есть в яблоке, они карамелизируются и остаются такие кусочки. Кислые яблоки, они начинают превращаться в кашу. Оно не подходит. Добавим сюда ложечку изюма, прямо уже на выключенную сковородочку. Аллочка, так мы изюм добавляем, когда уже процесс пассировки завершен? Да. У нас сухой, незамоченный изюм. За температурой он, получается, у нас немножечко набухнет, распарится и будет готов для применения. Все. Начинка наша готова. Как увидеть, что они уже готовы для использования? Первое правило – это яблоко у нас немножко меняет цвет. Потом образуется тонкая корочка карамельная. С помощью шумовки мы выберем наши яблочки. У нас идеальные просто яблоки. У нас больше получился карамели, чем жира. Прелесть. Девчонки, оставляем эту начиночку. Сейчас мы переходим непосредственно к приготовлению нашей запеканки и нашего суфле. Ура! Продукты для запеканки и суфле будут одинаковыми. То есть мы будем делать один замес. Начинаем с самого главного, что есть в запеканке, не творог. Это манка. Наюша, давай манку. Почему мы используем манку? Манка очень хорошо себя ведет от выпечки. Она держит форму. Клейковина, которая находится в манке, делает наше изделие пышным. Если мы будем использовать муку, у нас изделие будет забито. Она просто будет как клей. А вот в каком виде использовать манку? Это и есть ответ на второй вопрос теста. Как ее нужно добавлять в творожную маску? Напоминать, что я ответила, уже не нужно. В сухом виде. Как правильно? В сухом виде манку мы не добавляем. Она возьмет с творога всю влагу, и твой творог превратится просто в резиновую запеканочку. Поэтому манку нельзя отправлять в наше изделие в сухом виде. Манка должна набухнуть. Мы берем опять-таки кастрюльку. Мы должны взять стакан молока. Сейчас прогревается нас молоко. Колдуем. И мы должны сейчас отправить 6 ложек манки столовых на все 3 наши изделия. Получается на полкило творога 2 столовые ложки манки. У нас молоко должно не кипеть, просто хорошо нагреться. И сейчас эти 6 столовых ложек манки тонкой струйкой мы будем отправлять в наше молоко и все время помешиваем, чтобы манка не образовала у нас комочков. Делай вороночку ложечкой и сыпь. Запаренная манка, она у нас не станет кашей. Она у нас будет однородный вид иметь. Вареная манка уже не будет иметь именно той структуры, которая необходима в нашей запеканке или в суфле. И когда мы будем соединять манку с творогом, очень будет трудно ее распределить. Манка настаивается 10 минут. Тем временем творог. Я взяла средней жирости процентов 5 для запеканки. Все правильно. Вы знаете, девчонки, запеканка в смысле жирности творога, она не капризна. Не капризна? Единственное, не нужно брать обезжиренный, потому что, естественно, нету жира очень постная. Пятипроцентный, ты сказала, творог, да? Да, да. Сколько его здесь? У нас килограмм. Килограмм. Килограмм, потому что у нас это масса творожная, у нас будет идти на запеканку и на суфле. Сейчас нужно творог перетереть. А мне дай тоже, я буду помогать, Алеша. Пожалуйста. Так, вот старайся именно, знаешь, не хаотично, там схватила, там схватила. Старайся вот прижимать по стенке, как по кругу, и оно будет идти. Мы протираем творог, и сразу видно, что наверху у нас комочки. Консистенция его не такая, как уже в перетертого. Он нежный, он однородный. И то, что необходимо, чтобы наша запеканочка была пышная. Так, творог у нас готов, девочки. Сейчас нам необходимо 4 яйца. То есть мы будем добавлять яйца и в суфле, и в запеканку, правильно? Правильно. Значит, нужно сейчас разделить желтки от белков. Давайте. Желтки мы будем взбивать с сахаром, а белки мы будем взбивать в пышную пену, в густую пену, для того, чтобы обогатить кислородом, чтобы там образовались маленькие такие пузырчики, которые подымут нашу запеканочку. Я вообще выйду отсюда просто на... Дорогие телезрители, я напоминаю, что наш конкурс продолжается. Если у вас есть секреты, как упростить жизнь на кухне и сделать из подручных средств прекрасное кухонное приспособление, расскажите нам об этом. Ваши письма мы ждем по адресу, который вы сейчас видите на экране. Авторы самых оригинальных приспособлений получат ценные призы, а об их изобретении мы обязательно расскажем в нашей программе. По 2 желтка в каждую мисочку. То есть 2 желтка идет сюда, где у нас 600 граммов творога, и 2 там, где 400. Аллочка, чем-то хотя бы приготовление суфле от запеканки будет отличаться? Я вот не поняла. Все делаем одинаково? Будет. Будут разные способы приготовления. Как в любом кондитерском изделии, мы должны хорошо желток соединить с творогом. Взять просто-напросто миксером, вот так перебить. Нет, этого нельзя делать. Мы насыщаем кислородом плавно, и от того, как ты будешь ручками работать, такое у тебя изделие получится. Мы справились. Так, девчоночки, все. Берем нашу манку. Мы сейчас будем соединять нашу манку с творожной массой по 2 столовые ложки. У нас получается творога в запеканке в полтора раза больше, чем творога в суфле, правильно? Здесь 600 граммов, здесь 400. Манки одинаковое количество. Значит, выходит, что суфле получается более плотным, более густым. Дело в том, что мы там будем добавлять яблоки, а яблоки, кстати, немножечко тяжеловатые, поэтому к манке идет равное количество. Надюшенька, а где у нас сахар? Наконец-то дошло до сахара. Да, я думала, что запеканка будет не сладкая. Добавляем по 3 столовые ложки сахара. Сюда 3 и туда 3. Если много сахара, то сахар просто-напросто посадит ее. Добавляем по 3 столовые ложки сахара. Соли. Из-за соли стенки пузырьков будут более эластичными. Они не будут лопаться, когда мы их отправим в духовочку. Все, достаточно. Достаточно. Вот белок имеет структуру, именно ту, которая необходима для нашей запеканки, для нашего суфле. Значит, белки у нас сбиты в пену. Пена, смотри, какая у нас. Если мы будем вот так вот переворачивать, она у нас держится. Теперь вот эти пузырьки, которые там блестят прямо, мы должны постараться, чтобы они так и сохранились в нашем изделии, когда мы сейчас будем соединять наш творог и с белками. Но самое главное, немножко посолить и добавить ванильки в творог. Мы же не солили. Давайте. Малюки солили. Нет, этого не достаточно. Чуть-чуть соли и ванильный сахар. Соли сколько хочешь. Сколько? Щепотка? Чуть-чуть, да. Соли чуть-чуть для вкуса. Щепоточку соли сюда. А у меня ванилин. Тогда сколько добавить? Ванилин это чуть-чуть вообще на кончике ножа. Вот столько? Вот это вот раздели большую часть в свою, отправляй в мисочку и меньше сюда. Вот так мало, кажется, его вообще нет. Если ванильный сахар, мы добавляем пол чайной ложки. Если ванилин, не дай Боже переусердствовать чистой ванилью. Она даст вкус горечи. И тогда наша запеканка, наше изделие мы просто будем вынуждены выбросить в мусор. Мне кажется, что когда мы будем соединять белок с творожной массой, мы можем совершить еще одну роковую ошибку. Это даже выглядит как-то угрожающе. Творог такой тяжелый, а белки такие легкие. Правильно. Нужно белок добавлять в последнюю очередь. И очень медленно снизу вверх перемешивать деревянной ложечкой. Или лопаточкой. Лопаточкой скорее. Так, очистите немножечко ложечку, но не стучите вот так по краюшку. Почему? Не надо этого делать. Потому что стеклянная емкость, не дай бог отколется кусочек. Это нельзя делать. А, точно. Сейчас мы берем, Надеженька, от наших белков отдели, пожалуйста. Большую часть в свою емкость. И меньшая часть пойдет сюда, Алеша. Сколько? Две трети. Я так понимаю. Две трети, правильно. И одна треть к тебе ко мне. А сразу или порциями? Это количество вводим сразу. Но перемешивать будем очень-очень плавно. А если в последнюю очередь, может быть сначала нужно было добавить фрукты или нет? Молодец. Я просто за это упустила. Берем наш изюм. Но вопрос теста, Надюшенька, давай вспоминаем насчет изюма. Да что я все позабывала на белом свете. Я переживаю, что белки осядут. Мы же их не трогаем, они у нас просто стоят. Вопрос. Что сделать с сухофруктами при добавлении в запеканку, чтобы они равномерно распределились по всему тесту? Ну, ты сказала, хорошо перемешать. Алла говорит, неправильно. Что же сделать? Что сделать? Нужно взять манку. Так вы же сказали, сухую манку нельзя добавлять. Сухую манку мы добавлять не будем. Мы наш изюм будем волакивать в манке для того, чтобы изюм в готовом изделии не осел на низ. Ну, получается, что все равно сухая манка попадает в манку. Нет, изюм у нас мокрый, и манка пропитается этой влагой. Хорошо. И наш изюм не сядет на дно и не будет гореть наша запеканка. Я никогда не делала в манке. Правильный ответ на вопрос нашего теста. Что сделать с сухофруктами при добавлении в запеканку, чтобы они равномерно распределились по тесту? Нужно их обвалять в сухой манке. И тогда они равномерно распределятся и не упадут на дно. В суфле мы договорились, что мы будем добавлять яблочки наши пассерованные. Итак, у нас получается на 400 граммов творога для суфле два сладких яблока. Одна треть белков отправляется в суфле. Да, я беру одну треть. Так, и перемешиваем аккуратно сверху вниз, чтобы белки не сбились. Консистенция должна быть однородной. Значит, на килограмм творога нам понадобится 4 яйца. Да. А потом уже в зависимости от того, какое количество творога мы используем, мы определяем количество желтков и белков. У нас масса готова. Значит, мы будем запекать нашу запеканку в разъемной формочке. За несколько минут вы узнаете, что делать, чтобы готовая запеканка не разваливалась, когда ее вынимают из формы. В каком порядке необходимо добавить ингредиенты в львовский сырник, чтобы он вдался пухким и нежным. И как правильно приготовить вишню на вогне. Все это вперед, а пока тест для кулинаров. Что может привести до сгортания домашнего молока, если он свежий в холодильнике и в него не додали никаких ингредиентов? Гучный женский крик. Сильная гроза. Гучная музыка. Мукание теляты, чья мать дала это молоко. Само сейчас и само все будет вкусно, Алла Ковальчук раскроет для вас и для спевачки Альоши уникальный секрет легендарного львовского десерта. Какий ингредиент необходимо добавить к сыру, чтобы он имел легкий желтый цвет. И как правильно выпекать львовский сырник, або он не прилипал к стене формы. Все это сразу после ответа на вопрос кулинарного теста. Что может привести до сгортания домашнего молока, если оно свежий в холодильнике и в него не додали никаких ингредиентов? Правильная ответа – сильная гроза. В народе с давних давен и существует предмет, что молоко в грозу скисает. В наши дни это подтвердили исследователи из Массачусетского университета. Причина, через которую молоко прокисает – электромагнитные довгохвильевые импульсы. Оскільки их можно вымерить на отстанях несколько сотен километров, то чувствительные до изменения погоды люди могут предпочитать наближение грозы или блискавки. Однако, как именно эти импульсы впливают на молоко, пока что неведомо. У меня формочки для суфле. Слунки потекли, да? Нам нужно сейчас сделать панировочку для наших формочек. То есть мы не можем просто-напросто взять и отправить наше, так называемое, тесто в формы. Оно у нас пристанет. Для суфле мы сделаем ореховую панировочку. А для запеканки мы сделаем из обычных ванильных сухарей. Я очень люблю все творожные изделия с орехами. Очень люблю. У тебя сухари даже те, что именно необходимы. Да, сладенькие. Значит, давайте сначала, девчонки, перебьем сухари. Давай. Доставай измельчитель. Алла, ну я взяла ванильные сухарики, а можно обычные? Ну, ванильные они вкуснее намного. Доверяешь? Доверяю. Есть кусочки, которые... Ничего страшного. Их можно просто достать и... Вот сухари, они должны быть не такие, как мука. Они должны быть чуть-чуть и иметь такие крупиночки. Панировочные. Мы сейчас сделаем точно такую операцию с нашими орехами. Значит, если у вас нету такой прекрасной кухонной помощницы или помощника... Ты меня имеешь в виду? Нет, я имею в виду. Можно скалкой, да? Правильно. Молодец. О, знаешь, класс. Берем вот такой плотный полиэтиленовый пакет. Ну, если у вас нету застежкой, это совершенно не страшно. Главное, чтобы он плотненький был. Ну, ты знаешь, когда вот ты вот со скалочкой, все-таки хочется спросить, кто у вас в семье главный. У нас главный в семье Роман Тарасович. А знаешь? Она спрашивает, у вас патриархат или матриархат? У нас сына Архат. А тебе помогают кто-то? Бабушки, няни? Есть какие-то... Няни у меня нет, я отказалась от нянь, потому что во время беременности на девятом месте я просмотрела видео, какая-то передача была, я уже не помню. Ты испугалась просто. Где показали няню, как она обращается с ребенком, и я просто была в ужасе. И у меня эти кадры передо мной всегда, как только мы начинаем говорить няня, слово няня, у меня сразу эти кадры, и я нет. Высыпай сюда орехи. Девочки, у нас все готово. Сейчас мы будем раскладывать нашу запеканку и нашу суфле по формочкам. Значит, мы суфле будем выпекать вот в этих прекрасных пиалочках на водяной бане. На водяной бане. Значит, разница между суфле и запеканкой в чем? Запеканка будет иметь такую зажаристую корочку. Она будет немножко по текстуре другое. А суфле, оно нежное, оно приготовленное получается на пару, то есть оно очень-очень полезное. Класс. Вот разъемная форма для запеканки будет, а это формочки для суфле. Значит, берем форму и для суфле, и для запеканки, на ручку берем сливочное масло и смазываем тонким слоем нашу форму. Надюшенька, нам нужна будет сейчас сметана. Есть. Для того, чтобы сделать заливочку для нашей запеканки. Яйцо у меня вот здесь вот есть одно. Есть заливки в город для вокалистов. Как это? Это если связки уставшие и переработанные, можно сказать, когда нет голоса, и нужно срочно работать. Есть лекарственные заливки, такой шпритик, и там такая длинная железная трубочка. Как шпритцом? Ты что? Железная трубочка. Я покеренную заливку тоже, да. Ну, шприц, который набирается. Но не иголка, не иголка. Ну, вот это самообъем, да. Ага, фу. Все, достаточно масла. И заливается на связки. Какая сложная жизнь у певцов. А я-то думала, встала, попела, получила удовольствие, нас порадовала. Тем более у тебя такое голосище. Да, я вижу, вы заговорили, девчонки, теперь быстренько, быстренько, быстренько. Итак, запеканку мы сухариками обсыпаем. А суфле орешками? А суфле орешками, но орешки, которые у нас есть, добавить чайную ложечку манки. Сейчас. То есть орешки соединить с манкой, чтобы они в дальнейшем, если у нас будет суфле, выниматься из формочки, чтобы оно лучше отлипалось от сена. Чайная ложечка. Чайная ложечка, да. Все, перемешиваем. Мы сейчас вот большую эту форму, которая у нас есть, давай будем обсыпать сейчас сухариками. Это для запеканки. Сыпь орехи с манкой, обсыпаем наши три формочки. Аленочка, ты выкладываешь в разъемную форму запеканочку. Надюшенька, а ты суфле. Нам нужна заливочкой. Мы берем сметаны жирной, 150 граммов, 20%. Сюда отправляем одно яйцо целиком. И одну столовую ложечку сахара. Теперь вымешиваем. Все хорошо, ты разровняла. Очень поверхность хорошенькая. Алешенька, бери, пожалуйста, заливочку. Если мы выльем просто так, у нас могут образоваться там такие вороночки. Значит, мы должны лить на ножик. И ножик передвигаешь, и с помощью ножа распределяешь. Ой, вот это я еще не делала. Давай я тебе сначала покажу, как это делается. Вот такой танец с кинжалом. Сейчас мы берем противень. Мы наливаем воды, чтобы заполнить чуть выше половинки наши формочки. Ставь сюда формочки. Кстати, вот эти формочки для суфле обязательно должны быть вот такими, керамическими? Или можно стеклянные или металлические использовать? Должны быть керамические, потому что стекло, оно очень тонкое. Оно может лопнуть. Прежде чем мы отправим в духовку, я бы хотела напомнить, что у нас был за вопрос теста. Что нужно сделать, чтобы при выпекании запеканка не подгорела снизу? Наверное, это касается этого момента. А ответ на наш тестовый вопрос – это нужна емкость с водой. Мы еще убили, получается, двух зайцев. Мы не просто поставим противень с водой или кастрюлю. Мы еще сделаем в этой воде суфле. Мы должны суфле ниже поставить, а запеканку выше, да? Одновременно отправляем в духовку. Духовка 180 градусов на 40 минут. Класс! Все закрываем и пусть все там выпекается. Для нас с вами время пролетит незаметно. 40 минут прошло. Да, я уже вижу, что там все очень хорошо. Я первая увидела, как красиво. Доставать хочу. Но доставать мы будем только суфле сейчас. А-а-а! Угу! 15 минут надо, чтобы постояла, чтобы потом достать ее. Это ответ на завершающий пятый вопрос нашего теста. Что нужно сделать с готовой запеканкой, чтобы она не развалилась? И Аленочка просто догадалась уже, что правильный ответ оставить при открытой духовке на 15 минут. Хотя изначально, ну извини, что я напоминаю, не сказала, достать ее из формы двумя лопатками. Конечно бы она сломалась. Сейчас будем заниматься нашим суфле. Вынимаем его. Я готова. С нашей емкости. Вынимать. Нам уже вода не нужна. Раз. Два. И три. Три. Так. А можно еще полить каким-то кремчиком, да? Можно медом, можно соусом. Но я предлагаю клубничное варенье. Как вы думаете, оно готово или не готово? Да. А почему еще? Потому что очень хочется есть. А, ну понятно. Девочки, значит, нужно определить готовность суфле с помощью деревянной палочки. Да, зубочистки. Все правильно. Надеженька, дай, пожалуйста, зубочистку. Если на зубочистку не пристает тесто, значит, наше изделие готово. Можно я? Пожалуйста. Готово. Готово. О, совершенно сухая, безо всяких остатков творога зубочистка. Суфле готово. Значит, сейчас ты... Беру ложку и начинаю. Чтобы мы убедили, что оно вкусно, ты должна презентацию сделать блюдо, правильно? Значит, ты сейчас, пожалуйста, оформь блюдо вареньем, а я тебе дам чуть-чуть мятки. Я, кстати, очень люблю, когда мяты побольше. Я люблю мяту с пудрой или с соусом сладким. Или с вареньем. Да, да. Очень красиво. Так, девчоночки, ну что, будем пробовать, потому что это пробуется, а все тепленькие. Очень хочется попробовать, потому что запах очень приятный. Я думаю, что у нас и получилось. Сейчас мы попробуем суфле, а рецепт, как его готовить, вы запишите в завершении нашей встречи. Я сразу вот замечаю, что оно не оседает, то есть достаточно плотное такое. Не подгорело. Консистенция очень прекрасная. Вкус необыкновенно нежный, да? Очень вкусно. Очень нежное получилось. Я так понимаю, что это и детям подходит, правильно? Это нежно, это, во-первых, очень полезно. Я думаю, что моему сыночку уже скоро можно будет попробовать такое суфле. А творог такой вкусный, как-то вот сливочный такой вкус чувствуется, правда? Мало того. Я все время приговаривала, мало сахара, мало сахара. Сладенько. Просто даже без варенья отлично. Да. А у нас еще творожная запеканка. Так, да. Конечно. 15 минут у нас прошло. Горячо. Вау. Ну, красавец. Наша сметанная заливочка приобрела такой цвет. Это очень красиво. Ароматно. И очень вкусно пахнет. Мало того, уже сегодня ты пополнишь галерею счастливых звезд. Вот видишь у меня на холодильнике сколько фотографий. Аллочка, что делать? Так, сейчас мы будем доставать ее из формы. Открываем аккуратненько формочку. Я. Большой ножик. Не пристало? Не пристало. Это шикарно. Значит, мы сделали все правильно. Но нам сейчас самое главное нужно нашу запеканочку перевернуть на тарелочку. Нам нужно две тарелки. Значит, теперь берем вот сюда вот, поддеваем немножечко ножичек, чтобы взять за свою ручку. Не бойся. Оно уже у нас остыло. Но оно теплое. Значит, теперь берем тарелочку. Вот располагаем. Накладываем сверху. Так, да. И давай помогу тебе. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Опа! Помогли. Как это бы я сделала? Так, снимаем. Ой, боже мой, снимаем. Аккуратненько, чтобы не порвать. Вот, отлично отклеилась. Смотрите, не подгорело, как мы и делали специально с водяной баней. Очень классно. Теперь что мы делаем? Вторую тарелку, нам нужно, чтобы заливка была наверху. Да. Вторую тарелку располагать сверху, Надюша. Тут играем, тут не играем. И опять назад. И опять назад. Главное не придавить. Давай, да, не дави. Давай, 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 не дави. Я помогу. Я помогу. Опа! Отлично. Я думаю, что нет. Опа! Такая румяная. Давайте будем пробовать. Кстати, видишь, как хорошо она держит форму. Цапиканка, которую ты сегодня приготовила. Какие хорошие кусочки. Ну, так. Ну, это для тех, кто работал. Кто хорошо работает, хорошо и ест. Я готовила запеканки, но такой хороший, такой красивый, такой, ну, держащий форму. У меня, честно, вот не получалось. Ты молодец. Спасибо вам огромное. Давайте будем, девчонки, пробовать. Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное. Значит, пробовать можно. Со сметанкой кто хочет, а кто хочет с вареньем. Я лично считаю, что сметаны много не бывает. Обычно же мы фотографируемся с готовым блюдом. Давай? Давай, с удовольствием. Чуть-чуть на меня наклоните запеканки. Ой, умнички мои. Запеканку мы попробуем прямо сейчас, а как ее готовить, вы запишите немного позже. Девчонки, ну давайте уже. Все, давайте. Давайте. Внешний вид изумительный. Это шикарно. Она получилась еще нежнее, чем суфле. Это похоже на ту запеканку, которую ты делала? Нет, не похоже. Не похоже? Это очень нежная, очень нежная. Ну, дело в том, что очень большой вкус еще дает заливка, которая у нас сверху. Слушайте, ну изумительно. Просто нереально. Спасибо вам огромное. Я думаю, что теперь вся карта в моих руках. А, слушай, ты заметила, как изумник распределился по всей запеканке, не свалился куда-то в одно место, как это часто бывает? И вот ты представляешь сейчас, что ты Тарасу приготовила такую запеканку, так приносишь ему. И что он скажет по-твоему? Ну, она, в принципе, не скупой на слово. Поэтому я думаю, что он отметит ее мягкость, ее вкус и обязательно поблагодарит за это. Ну, в общем, я хочу тебе сказать, что по запеканке ты теперь настоящая мастерица, и я лично в восторге от того, как ты с этим справилась. Аллочка, что дальше? Приступаем к нашему львовскому сырнику. Львовский сырник, я думаю, у нас пойдет быстрее работа, потому что мы будем работать, как всегда, Надюша, как? В шесть рук мы будем работать и приготовим львовский сырник очень быстро. Включаем духовочку, 180 градусов. Есть. Я беру вот такую вот емкость. Так. Сливочное масло. Так, ножичком. 100 граммов отделяй. 100 граммов. Тут у нас 200 пополам. И это отправляем в духовку для того, чтобы наше масло растаяло. Я беру полкилограмма жирного творога у нас. Для львовского сырника нужно жирный творог выбирать. Жирный творог, да. Жирный на сколько? 20 процентов, да? Да. Очень важно, чтобы наши продукты все имели комнатную температуру. Полкилограмма творога перетираем. Так. Курага и вишня наша. Сливай сюда коньяк. Мы наши цукаты будем обваливать в манке чуть-чуть. Перед тем, как обваливать в манке, пожалуйста, выбери, ну, штук 8-10 именно вишенок. Это будет у нас для презентации, для декора нашего блюда. Я сейчас возьму 4 яйца. Разделяем, разделяем. Опять разделяем? Да, разделяем, да. Так. Все. Значит, Надюшенька, ты занимаешься нашими цукатами. Угу. Ложечку маночки сюда. Я еще хотела спросить, может быть, масло достать? Конечно, если растаяла. Я добавляю наши 4 желтка к нашему творогу. Мы взбиваем белки снова. Угу. Взбиваем белки. А я соединяю наши 4 желтка и полкилограмма творога, перетертого, жирного. Взбиваем густую пену. Добавляем сахарную пудру. На 4 белка нам необходимо 6 столовых ложек пудры. Добавляем постепенно? Постепенно, да. Так, молодец. Очень. Остановись на минуточку. И, пожалуйста, лимончик. Мы сделаем наш львовский сырник, чтобы был там запах. Тонкий-тонкий запах лимона. То есть нам нужно сделать цедру. Я взяла лимон. Да. И нужно обдать его кипятком. 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 Поры откроются. И весь запах лимонный пойдет в наш львовский сырник. Достаточно одной минутки, да? Да, да, да. Теперь нужно снять цедру. Просто трем. У нас есть манка, которую мы добавляли в 2 предыдущих наших изделия. Я сейчас сюда добавлю 2 столовые ложки этой запаренной манки. Значит, у меня здесь уже вмешанная манка запаренная. И мы сюда добавляем наши 100 граммов масла, которые мы растопили. Теперь вымешиваем. Ну вот сейчас вот Аллочка вымешивает, это ж надо делать под пене. Да, вот надо, да. Ну, а ты в голосе, я так понимаю, да? Ну да. Отлично! А я думала, она скажет, я в декретном отпуске, я не работаю. Я не в голосе. Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря, трутся спиной медведи, вертится земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее ушко. Алла, давай. Я не могу петь так высоко. Смотрите, какой у нас получился творог. Очень нежно. Где наши сухофрукты, которые с манкой? Перемешиваем. Соединяем, чтобы равномерно сухофрукты распределились. Суфле и запеканка фактически один и тот же рецепт, да? Технология приготовления другая. Львовский сырник кардинально отличается тем, что надо обязательно брать жирный творог. И еще мы туда добавляем сливочное масло растопленное. И сейчас мы отправляем сюда цедру. Ложечки нам будет достаточно, чтобы не сильно у нас пахло. А вы, пожалуйста, готовьте формочку для того, чтобы мы отправили в нее наш львовский сырник. Смазываем сливочным маслом. И посыпаем сладенькими нашими сухариками. Скажите мне, почему мы смазываем форму именно сливочным маслом? В данном случае растительное масло. Когда оно у нас будет находиться в нашей формочке, оно будет просто стекать по стенкам. А сливочное масло, когда мы отправим нашу творожную массу, у нас здесь есть сливочное масло и жирный творог. И это масло у нас получается сразу поженится. Сырник львовский не пристанет. Девочки, наш сырник уже находится в формочке. Духовка разогрета 180 градусов. Отправляем его туда. Никакой заливочки сверху нет. Мы отправляем его на 30-40 минут. Пекись, дорогой. Каким получится львовский сырник, мы увидим через 35-40 минут. А для нас с вами время пролетит незаметно. Я достаю, девочки. Конечно, доставай. Какой аромат пошел, Надюшенька. Он должен остыть. Будем заниматься уже последними, последними, как у вас там говорят, не нотами, а аккордами. У нас еще есть маленький кусочек работы. Мы сейчас будем делать нашу шоколадную глазурь и фламбировать нашу вишню, которую мы вытащили и оставили. Фламбирование – это приготовление готовых уже продуктов в огне. Вот в этот момент уже готовое блюдо берет именно запах спиртного, все ароматы. Алкоголь улетучивается, остается только приятный вкусный запах. Я не знаю, могу ли я это делать дома. Мой, сейчас сможешь. Это очень интересно. Девчоночки, мы отправляем на нашу сковородочку 20-25 граммов сливочного масла, столовую ложку сахара, пожалуйста, сюда добавьте. Вот такая вот сковородочка. Ставим, нагреваем. Надо вот так помешивать. Теперь высыпаем наши вишни. Это которые в коньяке были? Да. Я приготовила очень большие, вот такие длинные спички, для того, чтобы это было безопасно. Берем коньяк. А ты поджигай еди. Славочка! Вот смотри, не надо закрывать это быстренько, одеялом бежать. Вот огонь будет до той поры, пока выгорит сейчас у нас спирт. Мама. Спирт у нас выгорит. Тухнет, гаснет. У нас произошло фламбирование именно вот этой вишни, которая у нас была. Как вкусно. Девочки, как вам? А-а-а. Конфет. Конфеткой пахнет. Да, средние девочки, мы готовим сейчас глазурь. Шоколадная глазурь, которая готовится очень быстро. Да. Доставай маленькую костюличку. Шоколад давать? Да. Черный? Черный. Мы берем молочко, две столовые ложки. Одна столовая ложка сливочного масла. Одна столовая ложка сахара. Добавляем 50 граммов порубленного шоколада. Ни в коем случае не кипятить. И мы сейчас вымешиваем в однородную массу. Глазурь наша готова. Осталось вытащить с формы наш львовский сырник. Расположить его там на тарелочку. Покрыть глазурью. Сверху декорировать нашими вишнями. Мы должны за него забыть буквально на 6-8 часов. То есть вечером сделал и оставил. Но вы прекрасно понимаете, что мы не можем здесь находиться у Нади в гостях целую ночь. Поэтому мы будем пробовать прямо сейчас. Украшаем. Укрываем тарелочкой и переворачиваем. И... Оп-ля. Значит, не прилип. Отлично. Отлично. Дайте мне, пожалуйста, кухонный шпатель. Глазурь. Распределяем. Да, распределяем. Поверху сырника. У меня слюнки просто уже текут. Бери наши вишни фламбе и украшай. Только вишни. Ну, как так? Ну что, по-моему, отлично, правда? Великолепно. Вот мне прям хочется взять и сказать, девочки, я завтра его съем. Но мы будем пробовать сейчас. Выглядит очень аппетитно. Ох, Алла-Алла. Очень нежный, очень тонкий вкус. Прекрасно. И все так хорошо получилось. Ты молодец. Спасибо вам огромное. Я уверена, что после сегодняшнего урока и таких учителей, как вы, у меня обязательно все получится. И дома я буду радовать своих любимых такими вкусностями. А мне остается только напомнить вам рецепты наших трех замечательных блюд. Для приготовления творожной запеканки и творожного суфле вам понадобится творог, манная крупа, молоко, сахар, ванилин, яйца, сметана, сливочное масло, изюм и яблоки. В перетертый творог постепенно добавляем сахар, яичные желтки, распаренную в молоке манную крупу и ванилин. Затем полученную смесь соединяем со взбитыми вкрутую пену белками и аккуратно перемешиваем. В готовое тесто добавляем распаренный и обваленный в манке изюм. Форму для приготовления запеканки смазываем сливочным маслом, посыпаем панировочными сухарями. Выкладываем тесто, заливаем поверхность запеканки заливкой, состоящей из смеси сметаны, сахара и яйца. Выпекаем в духовке, разогретой до 180 градусов в течение 35-40 минут. Творожное суфле готовится из того же теста, что и запеканка, но выпекается на водяной бане. В тесто для суфле мы добавляем пассированные в сливочном масле, сладкие яблоки с изюмом. Форму для приготовления суфле смазываем сливочным маслом и посыпаем толчеными орехами. Можно выпекать одновременно с запеканкой при том же температурном режиме. Суфле должно находиться ниже, а запеканка на верхней полке. Для львовского сырника вам понадобится жирный творог, сливочное масло, манная крупа, яйца и сахарная пудра. Сливочное масло растапливаем в духовке. Протираем через сито творог, вводим в него желтки и частями добавляем запаренную манку. Затем вливаем растопленное сливочное масло и кладем лимонную цедру. Хорошо вымешиваем полученную смесь, добавив курагу и вишни. Вишни предварительно вымочить в коньяке и обвалять в сухой манке. Потом соединяем получившуюся массу со взбитыми вкрутую пену белками, смешанными с сахарной пудрой. Тесто выкладываем в смазанную сливочным маслом и посыпанную сухарями форму. Выпекаем сырник при температуре 180 градусов в течение 35-40 минут. Шоколадную глазурь готовим из черного шоколада, сливочного масла, сахара и молока. Все ингредиенты кладем в сотейник и растапливаем на небольшом огне. Обмазываем остывший сырник глазурью. Для украшения сырника делаем вишни фламбе. Растапливаем на сковороде сливочное масло с сахаром. Недолго тушим. Затем кладем размоченную в коньяке вишню. Доливаем коньяк и поджигаем. Когда огонь потухнет, у нас получается вишня фламбе. Готовьте и вы с нами, и у вас все будет вкусно. Смотрите в следующей программе. Шеф-кукар из Неаполя, Винченцо Барба, покажет, как легко приготовить настоящую итальянскую лазаню болоньезе на любой украинской кухне. Разом с народной артисткой Украины Тамарой Яценко, вы узнаете, как тонко раскачать тесто и не порвать его. В какой последовательности выкладаете шары лазанги, чтобы страва не развалилась на тарелке. И как быстро приготовить чудовую, солодкую, сирно-фруктовую лазанью. Залишайтеся с нами, и все будет вкусно.